Что принесли россиянам высокие цены на нефть? Да, собственно, ничего, просто некоторые люди, наверное, на этом обогатились, вот и всё. Ну, что, лёгкие деньги, которые шли и на развитие, и на строительство, и на социальное обеспечение. Так что, да, но в то время они приучились жить на нефтяной игле. Лично у меня деньги от нефти, конечно, не поступают, но они опосредственно поступают, да? Школы развиваются, садики строятся, дороги делаются. Бензин был дешевле. За высоких цен на нефть? Да. Я не знаю. Тоже не знаю. Когда цены на нефть были высокие, жизнь была намного легче, потому что деньги были дешевле доставались, они доставались достаточно легко. Но я считаю это большой вред, потому что было, не имело никакого смысла развивать производство, так как очень дешево было всё покупать. Деньги лёгкие, товары дешёвые. Жили комфортно, не жаловались, но как бы это достаточно, на мой взгляд, искусственное состояние было. Мне кажется, ничего. Ну, а что они могли принести? Мне кажется, нефть отдельно, а всё остальное, наша жизнь это отдельно. Мне ничего не принесло, ничего не унесло, ничего не убавило. Немножко, мне кажется, нас расслабило и, как это сказать, развратило. Потому что все привыкли, казалось, что такая жизнь хорошая, и у нас она всегда будет. Многие зарплаты были, по-моему, надуманные. Не сильно у меня жизнь изменилась, как-то она была средняя, так и осталась. Ну, конечно, чуть похуже стало, но ненамного, прям, чтобы смертельно. Вообще ничего не доходило. Знаете, как будто на другой планете живут. Благосостояние. Россиянам и мне лично. Они принесли очень-очень-очень много наличных денег, которые были распределены, наверное, не лучшим образом. Мы, по-хорошему, должны были стать такой вот Канадой. Это вот наш идеал, кем мы могли стать. Но мы не смогли должным образом их распределить. А вот вам лично они что принесли? Что это принесли? Я получил бесплатное образование в России, наверное, отчасти это финансировалось на нефтяные деньги. Ну, инфраструктура немножко улучшилась, но КПД, конечно, очень низкий.